Здравствуйте, дорогие друзья. Матч между командами «Футболерс» и «Джубл». «Футболерс» сегодня сыграет на правах хозяев. В воротах будет Дарабеков Артем. Его будут защищать капитаны команды Александр Андрусенко, Руслан Сергеенко, Михаил Сафроненко, Сергей Воскресенский, Валентин Корец, прошу прощения, Владимир Кульматицкий, Никита Козлов и Владислав Павлинов. За «Джубл» сегодня сыграем в воротах Руслана Стапенко. Защищать его будут Томаш Семенов, Юрий Федьком, Игорь Тиманчук, Антон Бурдак, Нуцу Поп, Ильдар Амир Сареев и Ану Бижу. У «Джубла» свой ритуал. Тихонько, спокойно, постояли, пообщались, обсудили. Ну что, поехали, первый тайм. Тиманчук, на, Томаш. Антон у них сейчас. Мирсалиев. Мирсалиев, я смотрю, вновь. По ампах выступает сегодня. Это Томаш. Мирсалиев. Нет, перехватывая все-таки футболер. Нажали своих противников. И Курматицкий. Сергеенко снова на Курматицкого. Курматицкий ошибается. Перехватывает Мирсалиев. И нуцу, что? Нет, все-таки была рука со стороны Мирсалиева. Сергеенко. Хотел на Андрусенко, но мяч дошел до Воскресенского. И там уже Тиманчук поборолся. Ну что, чей мяч? Мяч с джубл. Томаш Семенков. Муцу. Автомаш. Мирсалиев. Муцу. А Андрусенко. Перехватывает мяч. И что? И аут для команды джубл. Нет, прошу прощения. Для команды футболерц. Фульматицкий. Финтит Владимир. Гиенко. Воскресенский. Снова Сергеенко. Андрусенко. Такая передача в касание сразу. Остапенко. Томаша. Семенов сразу же на Эльдара. И Мирсалиев. Очень хороший матч провел на самом-то деле в прошлом туре. Седьмом. Не понравилось, как он сыграл. А вот и вижу. А ну. Сегодня он присутствует на линии, будем так говорить. Круг перед нами. Но, как я понимаю, играть он не будет. Заявки его нет, да? Получается. Есть заявки. А почему он не переодевается? Он полностью заявлен. Но я так понимаю, что, наверное, есть какое-то небольшое повредение у этого молодого человека. И, скорее всего, играть он не будет. Хотя в заявке он есть. Остапенко. Ильдар Мирсалиев. Томаш. Томаш Семенов. Тиманчук. Нутсу. Нутсу. Оп, на Эльдара. Хорошо могло быть в стеночку. Вот ты знаешь, все-таки Джубл очень серьезная, сильная команда в плане тактики. И, мне кажется, с фаворитом, вот как никогда проявится эта тактика. Мне кажется, фаворитом будет непросто. Есть такое хладнокровное, знаешь, вот решение. Но за счет действий индивидуальных, возможно, Кульматицкого, возможно, Сергеенко, мы увидим матч не такой сложный для футболеров. Но, я думаю, будет все-таки сложно. Мне кажется, это именно Джубл. Та команда, которая будет неудобна для футболеров. Ну, не прям, знаешь, сильно, но вот этим хладнокровным таким сушением обычно Джубл хорошо справляется с командами, которые легко бегут, легко стремятся в атаку, но потом как будто наедаются неудачными попытками, а Джубл находит свои. Притом, есть такое определенное поднесение. Давайте вспомним, кто первый остановил фаворит за длительную дистанцию. Это именно Джубл в прошлом туре. Это был невероятно сложный для них матч. Остапенко провел тогда феноменальный матч. Топовый, да, топовый просто матч, как говорится. Павленко, нет, не дает ему Тимончук добраться до этого мяча. И Остапенко на Домаше Семенова. Тут уже Кульматицкий его, Тимончук. Заброс на Эмирсалеева, Эльдар. Просто... Ну, какая-то подсечка по теме подсечки была. Как мастерских уложил, да? Да. Балкипера, Доробекова. Луцу. Семенов, Томаш, на точке Эмирсалеев. Заливает Семенов. Ну, упал сам там Томаш, поэтому... Нет никакого нарушения, Эмирсалеев снова на Томаша. Ошибается Кульмаревана и Эмирсалеев. Выше. Андрусенко. Ошибается. Простой ситуации. Совершенно. Семенов. Ну, вот так вот. И ошибается Джубов. Сергеенко. На Кульматицкого. Кульматицкий. То ли это была передача, то ли был удар. Но больше на передачу. Походила. Игорь Тиманчук. Томаш Семенов. Луцу. Сергеенко против него. Здесь уже Павленко. Попадает в Луцу Павленко Эмирсалеев. На Луцу хороший проброс. Ничего из этого не получилось. Козлов. Ну, тоже не нужно ошибаться. Козлов, а здесь Сергеенко ошибается. Обратите внимание. Но это уже исправляется. Как по сантиметру подошли. Джубов уже на половину поля соперника. И все четыре игрока сейчас. Ну, три только что. Вот активно в прессинге отбирали мяч. Сейчас уже четыре. Это определенная тактика Джубова. Потом вот так же линейно потихонечку все вернуть. И отстаивать свою позицию. Вот он отбор. От Тиманчука. Никита Газлов. Кульматицкий. Сергеенко. Снова Кульматицкий. Потихоньку, помаленьку подбираются футболеры. К воротам Джуба. Но вытесняет Муцзу и Мерсалеев. Здесь уже Статенко сыграл. И Мерсалеев. Хорошая задумка. Ты видел, что показал Муцзу? Я забираю за собой игрока для того, чтобы ты прошел свой игрок справа. Ну, вот этот Кожевников или кто это у нас? Нет, не Кожевников. Вот как раз сейчас. Федько. Федько. Чтобы Федько получил эту передачу. Такой грамотный подход от Джуба. Манчук. Намертво. Намертво забирает. Для Робеков. Кульматицкий. Гуслан Киенканка. Слишком сильно для Козлова. Тут даже не успел ногу выставить. Томаш Семенов. На нолцу. Федько. Бурдак. Томаш Семенов. Здесь попадает уже. Сафроненко. Это был как раз одиннадцатый номер. Томаш Семенов далеко на нолцу. Нолцу принимает, а развернуться быстро не успел, но заработал для своей команды угловой. Санжи его будет подавать нолцу. Томаш Семенов так подградывается потихоньку, но удар был от Бурдака и он безрезультатно. Справа забегает Сафроненко. Видит его до Робеков. Сафроненко. Пожадничал, мне кажется, в этой ситуации Фроненко. Нужно включаться ему в игру. Настапель. Томаш Семенов. Молцо. Бурдак. Хорошо под правую. А вот для Джубла. Нутсу на Бурдака. Интересно. Ух, как непросто. Разыгрывали. Хорошо смотрелось. Бежу, оно сейчас в роли Пепа Гвардио для команды Джубл. Фичко. Боролся с Андрусенко. Андрусенко так себе ляпался. Я бы так сказал, производственный. Для того, чтобы быть в игре. Для того, чтобы максимально быть в игре. Сконцентрированный. Угловой. Для фаварей. Прошу всех заболеваний. 1-1. Жестко, как сейчас сыграл Бурдак. Или Андрусенко. Андрусенко. Жестко сыграл против Бурдака. Ну, тут Бежу, а ну, будет предъявлять Евгению, что не так. Ильматицкий. Диагонально Андрусенко. Тут свою очередь по флангу. На Козлова. Ух, ух, ух. А это Андрусенко, между прочим, пробивал. Как раз у него был шанс открывать счет сегодня. Ну, для Джубла идеальная формула наличия. Остапенко на воротах, все улучшилось в защите. Все наладилось, будем так говорить. Потому что, когда ты выстраиваешь тактическую, прежде всего, оборону, ты должен рассчитывать на вратаря, который не пропускает с углов таких острых. И ты отдаешь эти углы сопернику, пусть бегает там. Но главное, центральную линию ты перекрываешь. Это делают, на самом деле, Джубл. Делают регулярно. И, прежде всего, индивидуальную борьбу стараются никогда не проигрывать. Не позволяют зайти в свой квадрат, который в обороне строят. Первым номером тяжело играть, но вот играя на фонтер-атаках хорошо получается. Да! Довольно до Ребекков считаю, что мяч их был. Сафроненко, она хроматит, сказал, что Вова может что-то пробить, но... Не успел Сафроненко на эту передачу. Семенов на Петько. Смотри, в касании... Ну, красиво бы получилось, но слишком... Слишком сильно. А тем самым у нас 12 минут. Первого тайма уже сыграно. А на табло по-прежнему нули. Команду Джубел. Позлов! Перекладина спасает сейчас команду Джубел. Погнул нам каркас таким ударом. Ну, не нам. Им. Им. Ну, касается нас. Тульматицкий на Сергеенко. Нет, не Сергеенко. Прошу прощения. Убегает. Убегает. На самом деле, такие для вратаря движения. Вот нападающие. Тайм-аут у нас, друзья. Просит уйти Бежу, но уже тайм-аут есть. Тот момент, когда с Бежу никто не согласен, но она считает, что тайм-аут. А он считает со стороны, что нужен тайм-аут. Забавная ситуация. Я кэп, он не кэп. Получше, скорее всего, Бежу, на роняй, допнуться. Не скоро мы будем бегать. Далее, чем за трубом. Я прошу прощения. Мы немножко шутим, конечно, потому что мы, кажется, обидели сейчас. А ну? Потому что он тут так один. Наскови запасники его не пускают. И пообщаться ему, поделиться своими впечатлениями и мнением не с кем. Ну что, главой. Разыгнали быстро Джубу. Никакого результата это не принесло. Сутболеры хорошо. Отбиваются на Эмирсалиев. Назад. Тиманчук. На Эмирсалиева. Эмирсалиев снова в центр смещается. Там впереди есть бурдак. Но решает все-таки назад. На Тиманчука. Тот на Тиманчука. Корец Валентин. Так запрессинговал Тиманчука, что тот вынужден был ошибиться. Мяч переходит к футболеру. Сергеенко на Кульматицкого. Снова Сергеенко. Руслан. Хорошо. Козлов пропустил на Кульматицкого. Там Томаш Семенов. А зачем убежал туда Корец? Здесь на ближнем к нам фланге никого не осталось. Для того, чтобы эту передачу замкнуть полностью. Бурдак. Кульматицкий. Сергеенко против него. Бурдак. Сам идет. Красиво выкатил мяч на Эмир Салиева. Но там Козлов поборолся. Оставил мяч в своей команде. И здесь же Корец Валентин. С Кульматицкий в касание. Но зачем, Вова? Эмир Салиев, Эльдар. Русланавец, Черпачком. Слишком сильный. Сергеенко. С Кульматицкий. Козлов. Ну, задумка была ясна. Ну, задумка была ясна. Да. У нас реально на Кульматицкого. И тут должен завершить эту передачу Сергеенко. Корец. Кульматицкий. Валентина. Валентина. Ну, здесь оставим. Тиманчук. А ты знаешь, подумал. На самом деле, Игорь здесь вот посмотрел, что на станут все рискованно давать передачу, а выбыл просто вперед. Рациональности недостаточно. Опять квадратный ставит. Смотри. Так. Семенов играет сейчас против Кульматицкого. А Корец отвечает тем же. Валентин говорит. О, забивает колец сейчас. Вот так вот. Футболеры обрезались. Обрезались. И сделали себе мяч на последних минутах первого оттая. Как видим, не подарок у нас. Кворец Валентин вовремя. Очень вовремя. Действует просто очень даже уверенно, я бы так сказал. Потому что он на самом деле адмор осуществил. Он повел вперед, он открылся и он забил. Прекрасный. Сыгранный эпизод. Которого вот этой решительности к футболерам сейчас не хватало. А она появилась. Курматицкий. Курматицкий вперед. Сергеенко на левом планке. Перехватывает мяч. А здесь попадает мяч четко в Павленко. Воскресенский. Не проходит эта передача на Павленко. Точнее она проходит, но тот был совершенно не готов ее принять. Тиманчук. Ищет решение. Небольшой переступ. Что дальше? Дальше, друзья, у нас Сергеенко Руслан. Подчищает или даже сохраняет мяч из своей команды. Выносом от игрока. Соперника. Курматицкий. Ошибается сейчас Владимир. Мяч переходит к команде Джубл. Бурдак. Антон, что придумает? Нутсу. Это основная ударная такая четверка вышла у команды Джубл. Бурдак. Не проходит передача на Нутсу, поэтому мяч переходит. Нет, все-таки футболер. И кто-то из команды футболер зацепился за мяч. И будет... А, вот, бурдак. Касание. Дальше пробирается. На левый фланг. Обыгрывает Кульматицкого Владимира. Была возможность отдавать на Семенова Томаша передачу, но все-таки на дальнюю игру. В этой ситуации. Остапенко. Тиманчук. Ильдар. Этот может и пробить. Да, на самом деле, вошел в определенную пиковую свою форму. Так раньше не играл. Он, на мой взгляд, комфортно чувствует себя. Ну, этот эпизод, конечно, не получился, но прямо набрал какой-то оптимальный свой форм. Да и вообще Джубл видно, что тренируется. Но мне кажется, не играли они так искусственно. Ильдаренко не проходит передачи на Воскресенского. Там Томаш Тиманов забирает ее себе, сохраняет свои ворота. Целостности и сохранности Сергеенко. Расстрельная передача на Воскресенского. Ну, а просит поддержки. Никто не откликается. Здесь Томаш придумал непонятное. Запрос на Мирсалиева. И Мирсалиев. Не получилось у него то, что он задумал. Фантазии Бежу оценил, но исполнение тут было не самое лучшее. Кульматицкий. Проверил Остапенко лично. Снова Кульматицкий. Ай-яй-яй-яй, а здесь бы с левой попробовать. Ильдар. Никто не откликнулся на его эту передачу. Куманчук. Вот так вот первый тайм незаметно подошел к концу. Пару минут отдыхаем и смотрим следующий. Курматицвин. Н melod. Ну, это не заступил. Продолжение следует... 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 Зачем? И на редкость не идет у них этот напор. Вот в чем дело. Обычно такие контратаки заканчиваются всегда забитыми для них. Студия не получилась. Здесь уже Остапенко вступил в игру. Не дал он Козлову. Пробить головой. Прогматит скейт. Хрец. Мерсалеев. Ну что, вперед, вперед, вперед. Дам Мерсалеев и Анутсу, но это слишком сильно. Нет. И предъявляет Анутсу и бурдак сейчас. Да? Ильдару что? Чуть-чуть слабее нужно отдавать. Сергеенко. Валентин не смог принять эту передачу. Кореец выпускает. Томаш Семенов. Снова он. Прогматился с Мерсалеев. Вуцу. Вуцу сбрасывает назад на Эльдара. Эльдар левее. Бурдак. Вот так вот. Разбирается. Эльдар Абеков спасает свою команду. Эльдар Абеков не может выйти как-то из оков этого углового арфа. Абеков не спешит. Собственно и некуда. Сергей Янко с мячом. Воскресенский! Ой-ой-ой! Красиво это выглядит. Красиво. Если бы немножко был подальше. Заброс, отворот. Я думаю, Воскресенский смог бы воспользоваться положением. Муссо. Поборолся против него. Воскресенский! 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 Хороший проход, но Семенов-то не уступ. Ой-ой-ой! Жестко это как смотрелось, да? Смотрелось жестко, но Козлов просто наступил на мяч и подскользнулся на мяч. Семенов... Для кисти, для кисти жесткая. Ты видел, да? Он только что подошел, извинился, спросил, как и так. За таким Томашем приятно наблюда. Я думаю, он посмотрит и не слышит. Мирсалиев. Эльдар навешивает левее. Так, Козлов против него. Брдак. Нет, он ставит за мяч, все такое желтое. Сразу, с Воскресенским. Козлов, заброс. Силь, очень тяжело догнать. Догнал, но очень тяжело. И двоих, типа, передернул. Теперь нужно возвращаться. Так, на Нутсу, Нутсу. А вот так вот срезается. Свои ворота. Он павлен. Это гол, друзья. У нас. Желание забить четвертый, вылилось. Пропущенный первый. Ну что? Перед этим стимул за 4 минуты оформил 4 гола. Поэтому у Джудла не все потеряно. Еще 10 минут играть. Я думаю, если поднапрячься, можно не только сравнять, но и вырвать победу. Это бурдак на Мерсалеева. Хорошая бурдача, но здесь уже Воскресенский, который мешает Ильдарову. Хорошо принять матч. Мерсалеев. Томаш Адам Павленко уже борется отрабатывать свой автогол. А вот для Джудла. Ну, Тимончука кто-нибудь заметит на этом фланге, в нижнем к нам? Ну, особо он тоже об этом как бы сильно не рассказывал никому. То есть, Игорь, лояльно так стал на фланге перспективно, но очень спокойно в основном ситуации. А вот это неспортивное поведение. Коснуться руки он не коснулся, но судья парень за такое, на самом деле. Как минимум дать предупреждение. На каком полупреседе Остапенко перед ударом был, я процел. Он всегда в полупреседе. В момент именно аж ниже, знаешь, ниже, чем обычно. Он всегда, я заметил за ним, и его игра, он всегда в полупреседе находится. Выпрыгивает. Многие как в этом моменте. То есть, как армонтизатор, за счет вот этой армонтизации он сможет сейчас выбернуть. Ну, хотя... В футзале не так эффективно смотрится, как в большом футболе. Не знаю. Забирать, догадаться! В зале от реакции больше зависит. Да. Забирает он сейчас мрач, не рает Васкресенскому. Обит поворотом. Не знаю. Это мустав Роненька, а мерсалиев. Вот увидели Томаша. Томаш. На муцию. Не успевает. Муция подставит правильную ногу. у нас не удваивает свои забитые дальний заброс очень сильно бросил, но потерял мяч скорость поэтому, конечно, до Кульматевского он не долетел элементарно Сергеенко Фильдар Амирсалеев чуть-чуть посильнее и Сафроненко бежит справа Сергеенко хорошая передача идеально куда целился, мне кажется и попал расстреливают сейчас расстреливают сейчас футболеры просто со всех соперников со всех флангов не догоняют этот мяч 7 минут осталось нам играть ну сюда лево 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 все ну что, Сергеенко зачем так ошибаться? Заброс на Курматильского Владимир Курматильский удар совершенно не получился Нусу неужели так устали футболеры, что Андрюссов забрысил таймал 3 лево лево 10 лево 2 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...